Елдес! Что, мама? Джунейд взял Фариду на завтрак. Ничего отцу не говори, не смей. Хорошо, мама, не скажу. Ой, хорошо, что ты мне сказала это. Отец? Утро снова начинается с газеты? Нужно быть в курсе, доченька. Если ты не будешь знать, что происходит в стране, ты не будешь видеть очевидные вещи. Господин Усман, возьмите. Назира, можешь мне тоже сделать? Да, конечно. А ты? Если сделаешь, я выпью, Назор. Не надо тебя нагружать, Назира. Скажи Фариде, пусть поможет тебе. Она помогает. Еще как помогает господин Усман. И неважно, попрошу ее об этом или нет. Она очень сильно изматывается. И где она тогда? Ее и на завтраке не было. Ей плохо стало. Да, да, она лежит. Ненадолго. Джунейт, надеюсь, никто меня не заметит. Поцелую. Джунейт, что ты делаешь? Сейчас кто-нибудь увидит. Ну все, иди, вечером увидимся. Ладно, моя маленькая, договорились. Опять пусть будет так, как ты хочешь. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Все, иди. Удачной работе, господин Усман. Спасибо, госпожа Зуха. Отец, ты это забыл. Спасибо, дочь. С Богом. Что это с тобой? Откуда ты утром в таком виде приходишь? Вы же говорили, она болеет. Я... Молчи! Иди. 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 Я не спрашиваю, где ты была. Не буду спрашивать. Потому что меня это не волнует. Но вот что ты должна знать. Я никогда не допускал такого поведения со стороны моих детей. Никогда не допущу. Дядя Смар. Возьми за свое поведение. Приведи себя в порядок. Пока ты живешь в этом доме, ты будешь жить по моим правилам. Ты будешь уважительно относиться к этой семье. Ты будешь знать свое место. Я... Я не позволил тебе понять, что у тебя нет ни папы, ни мамы. Я не разлучал тебя со своими детьми. И ты будешь относиться ко мне соответствующе. Господин Усман. Ну хватит. Она все поняла. Я извиняюсь. Она захотела на улицу выйти. Я ей разрешила. На улицу в пижаме выходит госпожа Зухра. Господин Усман. Тише. Я увидел все, что нужно было. А теперь слушай меня внимательно. Эта девушка, пока живет в моем доме, будет о каждом своем шаге докладывать и просить разрешения. Поняла? Господин Усман. Она услышит. Ну и пусть услышит. Может тогда хоть придет в себя. Здесь каждый будет знать свое место. Это ты ее избаловала. Посмотри. Ради бога, господин Усман. Надо ее поставить на место, это точно. Немедленно нужно найти ей мужа. Чтобы она была подальше от жены, и то отпихнет Кемаля. Поженим ее и пусть идет отсюда. Фарида. Фарида. Прошу, не плачь. Ты не помнишь, что ли? Отец этот со мной так обходился. Когда ему было скучно, он ко всему прикапывался. Нет, сестра Элдис. Все, что он говорит, он ведь прав. Он доверился мне. Открыл свой дом. Откормил, вырастил, отучил. Ну а что делаю я? А я изменяю ему, сестра Элдис. Что это за слова такие? Что значит изменяю? Что ты плохого сделала? Ты ведь просто полюбил Джанейта. Разве есть в этом мире что-то лучше? Если бы я могла сдержать себя. Если бы я могла сказать ему нет. Но я его очень люблю, сестра Элдис. Очень. Я знаю, дорогая. А Джанейт тебя очень любит. Не расстраивайся, прошу тебя. Ваша любовь пройдет через все преграды. Все будет хорошо, не плачь. Субтитры создавал DimaTorzok Джанейт. Заказанные ткани привезли. Ты хочешь посмотреть их до отправки? Если ты проверил, я не пойду. Я оттуда как раз пришел. Все нормально. Что такое, кузен, что это? Да это так, пустяки. Если бы оно было пустяком, оно бы не было так близко. Кто она? Один заказчик. Заказчик? Конечно, не в моем праве преподавать тебе, как нужно вести себя с заказчиками. По-твоему, это уважительный поступок? По отношению к тебе и к козанам? А ты с возрастом... Становишься таким же требовательным, как дядя. Ладно. Если что-то нужно будет, я буду рядом с Эйлюль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!